Владимир Сорокин. Фигура для российской современной литературы значимая. Его читают уже несколько поколений и каждая в его произведениях находит какие-то новые грани. Первый документальный фильм о писателе в день всероссийской премьеры. Новосибирский автор представляет лично. Я помню, одна знакомая прочитала «Норму» и сказала, вообще за эту вещь государство обязано автора уничтожить. Фильм о Сорокине не жизнь замечательных людей. Здесь минимум биографических подробностей и никаких итогов, зато много мыслей. Из вдумчивой картинки оператора Михаила Кричмана, причудливой коллажной анимации и нетипичного монтажа получается глубокий портрет писателя. Впервые в объективе документалистов. Закрытый, сконцентрированный и совсем не такой наглый, как на страницах своих романов. Я считаю, что он очень фактурен, как раз создан для киноязыка. Несмотря на то, что он не очень быстро бегло говорит, но сама фактура, внешность, как он себя подает, это очень естественно. Это очень киношно все и очень фактурно. Антон Жилнов со своей командой уже прогремел с несколькими документальными фильмами. О поэте Бродском, писателе Соколове и художниках Кабаковых. Все картины не только рассказывают о личностях и судьбах, но и становятся хорошими посредниками между героями и аудиторией. Стандартная схема «люблю писателя, поэтому посмотрю фильм» здесь начинает работать и в обратную сторону. Увидел фильм – начинаю любить. Я влюбился в Бродского из-за того, что посмотрел этот фильм. И про Кабаковых, совершенно неочевидных художников для нас, для российского контекста, но знаменитых во всем мире. Просто офигенный был фильм. И про Сорокина, мне кажется, получится очень так же, что великий-то он великий, но великий только для узкой прослойки. А вот такие фильмы, которые идут в прокате, которые показываются в Большом зале Победы, они должны как-то нужную щепотку мейнстрима внести. Я вообще пришла на документальный фильм, я про него много слышала. И, в общем-то, про Сорокина я тоже слышала, но я не читала, если честно, его книг. Вот я думаю, сейчас посмотрю. И если мне он понравится как человек, то я его почитаю. Мир московских концептуалистов – скандалы из-за произведений, путешествия по значимым местам и сознанию писателя. Сорокин трип уже в прокате. Екатерина Макаркина, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.